Казалось бы, что в этом такое хитрость? Посчитали двумя способами сумму углов. Тем не менее, формула игр может быть сформулирована в ситуациях, когда уже о сумме углов говорить тяжело. Давайте я сейчас нарисую какой-нибудь граф, и формула игр для него все равно будет верна, а между тем сказать, что это подсчет суммы углов, уже будет верна. Ну вот давайте, что-нибудь такое, такая собачка с прицепом. Представили? Представили. Что такое формула Эйнера для этого графа? Понятно, что грани у него всего три. Грани всего три. Давайте посчитаем, сколько у него рёд. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. По-моему, тринадцать рёд. И вершин его сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И двенадцать вершин. Проверяем. Вершин минус трёх плюс грани. Значит, 12 минус 13 это минус 1, плюс 3 это как раз 2. Классическое доказательство, которое всегда рассказывается в детских классах, это доказательство стрелки. Что мы делаем? Мы берём произвольный связный граф на узкости и говорим, что если у него есть какой-то цикл, ну, например, вот это ребро, то мы стираем это ребро. И при этом произойдут одновременно два события. Количество ребер уменьшится на единицу. И количество грани тоже уменьшится на единицу. Но понимаете, здесь был минус минус, поэтому выражение не изменится. У нас две грани объединились, то есть количество грани уменьшилось на единицу. И одно не происчезло. Идеально. Выражение В минус Р плюс Г не изменилось. То же самое. Ещё какой-то цикл есть. Отлично. Убираем здесь. Выражение не изменилось. Получилось дерево. Так называемое остовное дерево графа. Для него, собственно говоря, повторяю фокус тряпкой. А именно, берём, стираем крайнюю вершину вместе с ребром. При этом на единицу уменьшилось количество вершин на ребро. Потом ещё, 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 ещё и так дойдём до конца. Мне это доказательство, безусловно, кажется самым понятным. Потому что, в конце концов, граф превратится в одну вершину. И для неё ситуация простая. Вершин одна. Рёбер нет. В раме одна. И получилось, соответственно, число два. Но, как ни странно, можно вот это вот доказательство изложить чуть-чуть наукообразно. Давайте я восстановлю те ребра. Только раскрашу всё в два цвета. Вот смотрите. Это называется остовное дерево графа. Толстые линии. Вот, замечательно. А теперь давайте нарисуем те линии, которые я там стирал. Я уже забыл. А вот здесь была? Да? Была? Да. Была здесь линия. А ещё где была? Здесь, да? Да. И всё, и больше ничего нет. Так вот, ребята. Идея такая. Когда у вас на плоскости нарисован граф, то у него есть двойственный граф. Что это значит? Мы должны поставить точку в каждой грани. В данном случае грани всего три, поэтому годится три точки поставить. Мы должны поставить три точки. и каждое, здесь очень важно, каждое ребро исходного графа превращается в двойственное ребро. А именно, вот у вас были две грани, между которыми было ребро. Вы должны взять и провести. И вот так надо сделать для каждого ребра. Здесь у меня ребер довольно много, поэтому работать придётся много, потому что двойственный граф имеет столько же, на самом деле, ребер, сколько исходный. И более того, здесь у меня проблема в том, что я нарисовал картинку с такими отрезками. Но, тем не менее, давайте всё-таки попытаемся это изобразить. Я уже сам не рад, что я нарисовал такую большую картинку. Вот через это ребро происходит общение с внешней гранью. Общение с внешней гранью происходит через это ребро. Через что ещё? Понимаете? На самом деле, внешняя грань сама с собой общается. Вот это ребро есть, да? Здесь тоже самое. Надо не забыть такую петельку нарисовать. Надо не забыть пересечь вот это ребро. Так, уже довольно много я нарисовал. Но, тем не менее, да. Внешняя грань пересекается вот так. Дальше. От внешней гранью надо не забыть сюда. Понимаете, да? С этим... Давайте я уже не буду тренировать, значит шкатулка получается. С этим дальше, вот с этим. Получается большое-большое количество, но ровно столько, сколько было в исходном порядке. Здесь... По-моему, я нарисовал все. Или нет? Нет, не все. Вот это забыл. Вот это забыл. Надо ещё... В общем, ладно, ребята, в любом случае конструкция понятна. Давайте я возьму что-нибудь попроще. Каждую грань вы ставите по вершине. И после этого соединяете ребры. Ну, вот так вот. Привозовите, если два ребра, то так соединяете. Отлично. Отлично. А как на этом языке переформулировать формулу Лейбера? Есть граф, в котором некоторое количество вершин. И в нём... Он связан. Иначе вам Лейдер вообще не знает. И в нём есть оставное дерево. Вот, скажем, на этой картинке я их выделил живно. Это лёг. Давайте у этого графа я тоже какое-нибудь оставное дерево выделю живно. Вот это. Дальше что ещё можно взять? Например, вот это. Вот это. Отлично. Отлично. Скажите, пожалуйста, сколько в островном дереве ребер, если вершину графа вышли? По минус 1. По минус 1. По минус 1. Дело в том, что у любого дерева ребер ровно на одно меньше, чем вершин. Это доказать можно отсчитывать по очереди листиков. Можно так, объявив одну из вершин столицы и выпустив из неё стрелочки во все-все-все вершины до конца. Смотрите, в чём дело. Мы же дойдём до любой вершины. И получится, что стрелочек ровно столько, сколько ёлок. Потому что на каждом дереве стоит ровно одна стрелочка. А с другой стороны, во все вершины идут стрелочки, кроме столицы. Соответственно, это вершин. Значит, в островном дереве В минус 1 ребро. В островном дереве. А вот теперь смотрите. Возьмём все ребра, которые не вошли в островное дерево, в то, которое я здесь жирно нарисовала. И поймём, что именно двойственные к ним ребра, это и есть островное дерево двойственного графа. Посмотрите. Здесь я жирными сделал вот эти, раз, два, три, эти четыре ребра. Какие ребра я не сделал жирными? Внутри штук. Это, это и это. Отлично. Давайте я двойственные ребра посмотрю. Вот это, потому что это было не жирное. Вот это, потому что было не жирное. И это, потому что было не жирное. Ребята, заметьте. Действительно, у нас четыре звёздочки и действительно три, и что-то они между собой соединены. Давайте поймём, почему это так. Почему не могут у нас остаться те, которые ображают цикл. Вот представьте себе, что у меня из двойственных к невзятым в островное дерево возник цикл. Что бы это вообще означало? Давайте посмотрим. Есть какая-то грань, дальше есть другая какая-то грань, третья грань, четвёртая грань. Представьте себе, что возник такой-то цикл. Что это на самом деле означает на кранице? Это что было такое? Это было какое-то ребро, правильно? И оно было невзято. Так, и здесь было ребро, и здесь было ребро, и здесь, и здесь. Ну и давайте подумаем, что это. Через вот эту границу мы просто-напросто эти все ребры мы не взяли, да? Значит, действительно, она вырезает все, что внутри здесь оказалось, не связано в исходном графе. Основное дерево – это значит, что любую вершину исходного графа можно было связать. Отлично! Значит, на самом деле, такой цикл невозможен. Хорошо. Теперь давайте наоборот поймём. А может так случиться, что вот по этим штукам нельзя пройти от какой-то грани до другой грани. То есть, что мы не можем… Что распался? Двойственный граф распался на две компоненты. Что в таком случае? Почему это не так? Граф связан. Разбил он плоскость на грани. Покажи гарантию. Плоскость на грани. Мы в нём взяли некоторое островное дерево. Дальше. Нарисовали двойственный граф. Что это значит? Это значит, что внутри каждой грани взяли два точки. Звёздочные деревья я рисую. И соединили вот таким естественным образом, пересекая ребро исходного графа. При этом провели только те ребра, которые соответствуют не вошедшим в островное дерево. Я только что объяснил, почему невозможен цикл. А теперь вопрос. А почему граф из звёздочек связан? Почему бы ему не разбиться на компоненты? Какая-то вот одна компонента из наших звёздочек и вот этих вот штук. И какая-то другая компонента, они там, да, тоже как-то связаны. Пожалуйста, там… Ну, я не знаю как. Почему не может быть так, что вот эти и эти вообще никак не связаны? Разные грани, короче, что дальше? Или разные группы, да. Когда грани проничивают ребра вошедшие в островное дерево или не вошедшие в островное дерево. Да. Если… В общем, не может быть такого, что… Почему не может так? Тогда эти грани должны отделяться друг от друга чем-то, кроме грани или… А у нас такого они не могут. Исхода. Эти грани… У каждой грани… Есть, конечно… Исхода. У каждой грани есть, конечно, какие-то ребра исходного графа, которые её отделяют. Это правда. И мы знаем следующее. Что если вот такое ребро нарисовано, значит, соответствующее ребро не вошло в островное дерево. Если не нарисовано, то соответствующее ребро вошло в островное дерево. И что? Грани, которые вошли в островное дерево, можно… Ну, соединить можно найти цикл. Надо взять объединение всех граней, которые входят вот в эту компонентку. Да? Да. И у неё… У этой штучки есть граница. Ну, граница… Вы сколько? И вот через эту границу вот такие ребра не ходят. Внешняя граница всей этой нашей штучки. И получается замечательная вещь, что они все входят в островное дерево. А значит, в островном дереве – это цикл. То, что ограничивает вот эту компонентку. Теперь возвращаемся к нашей задаче. Возвращаемся к нашей задаче. В островном дереве двойственного графа будет г минус одно ребро. Г минус одно ребро в острове двойственного графа. И теперь соображаем. Любое ребро либо вошло, либо не вошло в островное дерево исходного графа. То есть, я пишу В минус один – это количество ребер островного дерева исходного графа. Плюс Г минус один – это количество ребер островного дерева двойственного графа. Оказывается, есть взаимоднозначное соответствие между островными графа и двойственного графа. В некотором смысле формула Эйлера стала понятна. Количество ребер – это В минус один плюс Г минус один. Потому что мы дали диаметрический смысл и для величины В минус один, и для величины Г минус один. Продолжение следует... Продолжение следует...